Доброе утро, народ! Вот мы с вами и пристали. Я на месте, я разгружаюсь, я в дверях. Спать хочу жутко, но я здесь прямо в двери. Пойду дальше спать, наверное. А с вами встречусь, когда я откончательно проснусь. Добрый день, народ! Я проснулся. Смотрите, какой интересный здесь такс-тап. Просто сделан, как гигантский какой-то замок с Макдоналдсом внутри, с Абвэем внутри. Очень прикольно. Я такого еще не видал. Марафон, заправка. Она такая приличная, у нее вон кедскейл есть, дофига колонок есть, там даже электрическая зарядка есть. То есть, хоть и мелкая заправка, но она приличная. Вот видите, электрическая стоит зарядка. Это прямо хорошо. Она прямо экипирована. По последнему слову. Как-то так, друзья. Я нифига не выспался, но я поспал. Я поспал и все нормально. Я разгрузился. Я привез этот груз и я уже имею следующий груз. Или он имеет меня. Мы с вами сейчас поедем делать пикап где-то в Чикаго. И из Чикаго мы поедем в Атланту. Опять же, где-то на вскидку 750 миль за 1600 долларов. То есть, по 2 доллара за милю. Это неплохо. Это хорошо. Если ездишь по 2 доллара за милю на Вене, то это нормально. Если в среднем ездишь по 2 доллара за милю, а я в эту неделю все грузы минимум за 2 доллара таскаю, в принципе, должно получиться нормально. Все. Такие новости. Сейчас пойду умоюсь. Что-нибудь там, я не знаю, съем, может быть. И выезжаем. Мне сейчас 95 миль ехать. Пустым. Ой. Кеша. Кеша, ты чего? Тебе плохо? Кеша. Кеша, коваруша. Кап. Кеша, кучик, кушать. Кеша. Кеша, коваруша. Инничка. 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 Это что, такой мини-риджат, да? Короче, все, друзья. Я гоню. И мы с вами потом выезжаем на пикап. Я здесь внутри какой-то чертов супермаркет. Просто фудкорт какие-то. Там Сабвэй отдельно, там Макдоналдс отдельно. Просто смотрите, на Тракстапе винище продают. Вот это прикол. Пивище, винище. Все, что вашей душе угодно. А вот так вот можно зайти в холодильник прямо. Прямо вот пешком. А, наверное, сюда нельзя. Кейф написано, но я думаю, что можно зайти и взять там, что тебе надо. Массаж можно сделать. Вон там душ есть. В общем, все тут круто. Все здесь нормально. Вот так вот. Даже какие-то вот хатроны стоят. Тут что, можно грушу побить, лотерейки поиграть. И такие вот бильярды даже. Короче, интересный тракстап такой. Да, друзья, находимся с вами в Индиане. Короче говоря, я уже так прикинул. Я 2,100 плюс 3,300. Это я уже на этой неделе сделаю 5,100. Где-то гроз. Это совсем неплохо. Потому что еще 3 дня, а у меня уже 5,100. Друзья, напишите в комментариях, почему трак поднимает обороты. И держит их. И жужжит, гудит. Хотя вроде бы регенерации не происходит. Если вы знаете, пожалуйста, в комментариях. А я выезжаю в 95 миль. И мы с вами на месте. Погнали. Знаете, друзья, как в Америке можно заказать дом в интернете? А вот абсолютно вот так. В интернете есть сайты. Заходишь, выбираешь себе дом или сарай или, я не знаю, что-то маленький домик. И тебе вот таким вот образом заставляют его на участок. На пикапе, на пикап-траке. Вот вам новый абсолютно домик. Ну, понятное дело, что он игрушечный, но дом как дом. Вот у него кран специальный установлен прямо на пикапе. И он прямо с этого пикапа вот так краном в дом ставит подготовленную заранее площадку из бетона. Удивительное рядом, потому что сейчас мы видим с вами малюсенький домик. Иногда я встречаю прямо гигантские такие трехбэдонные частые дома. То есть тут от раза к разу, знаете как. Некоторые возят прямо здоровенные такие там домищи. И что, тоже переводится. Я удивился, когда в первый раз увидел, как думаю, дом не разваливается. Ну, если взять дом, то он должен рассыпаться. Ну, наверное, да. А они не разваливаются. Вот так вот. Почти доехали, друзья, до Чикаго. И потом с вами посчитаем, сколько я там с этого груза должен заработать. Еще у меня загорелся чек, но это связано, мне кажется, с каким-то глюком. Потому что ошибку он выдает, знаете какую, я вам сейчас скажу, driving lights short circuit. Типа где-то что-то ему не нравится с электричеством. Типа где-то есть незамкнутая система, скажем так, открытая система. И я вышел, посмотрел, все лампочки горят, все фары горят. Что он мне показывает, непонятно. Я пока не разобрался. И вот из-за этого горит чек, но на скорость не влияет. А еще нам нужно заправиться, потому что у нас с вами совсем мало дизеля осталось. А ехать 750 миль до Джорджии. Жалко, конечно, здесь заправлять дизель, потому что по дороге в Джорджию есть штаты, где действительно очень дешево. А здесь в Иллинойсе, ну не так дешево, 2,60 стоит дизель. А там в каких-то местах 2,10 можно найти. Но это без учетки скидки, да? Короче, посмотрим. Посмотрим, сейчас едем, надо срочно успевать, потому что в 3 часа закрывается это место, где я должен сделать пикап. И я туда еду, по навигатору уже показываю, что там будут 2,30. То есть в 3 часа, полчаса у них будет на загрузку. Если не успеют, то останутся завтра, это будет совсем не Чайку. Вот, вот так вот. Все, друзья, вот мы приехали. Район называется Чикаго-Хейтс, типа Чикагские высоты. Располагается там в пригороде Чикаго, в Иллинойсе. И вы знаете, сколько я здесь не был? Ну, я имею в виду вообще здесь, в Чикаго. Ну, наверное, с марта месяца. Так, если не обмануть. Вообще, очень давно я там не был. Просто очень давно. Не знаю, грузы не попадались или сам туда ехать не хотел. Но вот как есть, так есть. Впервые за там 2, 3, 4 месяца я сюда попадаю. Короче, деревня-деревня, но мы же в пригороде. Поэтому здесь норм. Красивенько, все зеленое. А сейчас мы с вами уже через 7 минут доедем до точки назначения. У меня в трейлере это удобрение, которое я вез. Чуть-чуть. Какой-то мешок, видимо, порвали. И оно немного рассыпалось. Я не знаю, если сейчас меня заставят это все мыть, то это будет плохо. Но надеюсь, что максимум мне дадут пеник и скажут подметить. Максимум. Но об этом мы с вами узнаем уже вот-вот. Вот и прибыли, друзья мои. Там с той стороны какой-то огромный просто автосклад. Там при том даже составами приводят машины сюда. Видите, там прям поезда стоят, вагоны. И потом на кархолерах уже отсюда все разводят. Машины новые все. То есть это никакой не Манхэм, не аукционный биток машин. Все машины новые. Интереснее когда-то. Ну да ладно, я пойду сейчас в офис. Наверное, это вот сюда. Спрошу, какую дверь мне вставать. Дверь номер четыре. А у меня трак почему-то опять начал делать вот эти непонятные. И зачем-то обороты поднимать. Все, так и мне очень интересно. Что это такое? Просто жужжит, гудит. Как будто регенерация. Какая-то вот такая у меня вот здесь фигня. Видите? Ну я думаю, что раз уж я не еду, везу. Эээ, стой, 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 стой. Раз уж я не еду, везу. Поэтому пусть будет как есть. У меня там еще сено не до конца выветрилось. Все, давайте парковаться. Дверь номер четыре. Ребята, вы смотрите, что происходит. Он просто сейчас на месте тратит четыре галлона в час. Хотя обычно на холостых он тратит 0,7-0,6 галлона в час. То есть, ну просто какая-то жесть. И обороты держит почему-то очень высокие. Вот, я его принудительно пытаюсь скинуть. Я вот здесь нажимаю на минус. Но он ничего не делает. Не знаю, что это такое. Вам, скорее всего, виднее. Поехали. Я ненавижу такие места, где вот так в гараж надо заезжать. Потому что задом заезжая в темноту, есть большая вероятность не заметить какой-нибудь из этих желтых столбов. Но я постараюсь сделать это грамотно. Да, ребяточки, это было вообще не из простых задач. Но, как вы видите, что ты делаешь со мной? Зачем это делаешь? Как видите, встать у нас получилось успешно. А с той стороны здесь никаких повреждений нет. Так что все нормально. Гениально, ребята, гениально. Все, по линии, со всех сторон. Просто молодец, Артур. Теперь оставалось только ждать и разбираться, что за хрень происходит. Смотрите, он не перегретый. В чем может быть дело? Непонятно. Регенерация пишет, мне нужна. АТС статус еще чистый. Короче, не знаю. Меня пока грузят. Я вам скажу по нашей табличке, сколько и что вообще у нас получается. Смотрите, груз у нас по 2 доллара с небольшим за милю. А бенз у нас по 1,80 доллара. И вот вам опять цифра 0,85 центов. У меня практически всегда эта цифра 0,85 центов. Ну, просто потому, что пропорции всегда почти одинаковые. Я почти всегда заправляю дизель по 1,80 доллара. И почти всегда беру груз по 2 доллара. Короче, 1,15 доллар опять будет оставаться с этого груза. И где-то за 750 миль я заработаю где-то 1000 долларов. Какая-то такая математика. За день, в принципе, я сегодня груз возьму. Завтра я его уже скину в 10 утра. Сейчас 2 часа дня. Меньше, чем за сутки заработаю 1000 долларов. Друзья, смотрите, я вам сейчас объясню, как я ищу цену на топливо. Вот я проложил себе в моем идеальном навигаторе. Почему я его люблю? Вот за это вот я его люблю. В навигаторе в грузовом тракпассе проложил себе маршрутик до Джорджии. Вот из Чикаго прямо до Джорджии. До Атланды. И выставил себе фильтр, чтобы он показывал заправки только Тиэй и Пэтр. Видите, тут нету Flying J, Пайлотов, никаких других. Дальше я на каждый из этих Пэтра захожу, вот так открываю, вижу тут цену, она, видите, обновляется каждые там 12 часов. 2.36, мне это не нравится, это слишком дорого. Я иду дальше, следующий Пэтра. Тут 2.43, тут еще дороже. Дальше идем, здесь сколько? 2.45, то есть я понимаю, что чем южнее, тем дороже. Но когда мы доходим до Теннесси, до Нэшвилла, бац, сразу цена 2.15. То есть вот так вот, я, а в Атланте сколько? 2.25, то есть самый дешевый дизель у нас получается в Теннесси, в Нэшвилле. И скорее всего, я сейчас просто, ну до туда я не доеду, понятно, на пустом баке, тут 469 миль до туда ехать, я до туда не доеду. Я сейчас заеду, наверное, вот на этот тракстап, на самый первый Пэтра. Там взвешусь, отрегулирую свой вес и заправлю немножко там, ну скажем, 50 галлонов, 50 галлонов дизеля я здесь возьму и поеду, поеду, доеду вот до сюда, то есть до Нэшвилла. И знаете, сколько я заправлюсь, ну Нэшвилле, я заправлюсь, во-первых, полный бак, а во-вторых, цена будет не вот такая, а смотрите какая. То есть я зашел сейчас в приложение TCS, вот это вот, которое постоянно я использую. Вот здесь вот есть Fuel Thunder, мы сюда нажимаем, и он открывает карту, в которой мы пишем Нэшвилл в поиске, Нэшвилл, Теннесси. Он смотрит, что там в Нэшвилле. И вот видите, в Нэшвилле на Пэтра 2.0.12 и 2.0.18. Можно на АМБСТ еще дешевле заправляться, но я там один раз заправился, у меня топливный фильтр сразу засорился, поэтому я там больше не заправляюсь, вам не советую. Самый лучший дизель это на ТЕ и Пэтра. Так что какие-то вот такие дела, за 2 доллара получается 15 центов из галлона я еще получу. О, кстати, а я считал свой заработок, я считал исходя из 1.8, но это прошла, то есть прошла грузная информация, я же не по 1.8 заправлюсь, а по 2. Если по 2 и по 2, то вот получается 0.88, то есть я не 1.15, а 1.12 буду зарабатывать с одной мили, и если я проеду 750 миль по 1.12, то это получается 840 долларов. 840 долларов, не 1000 долларов, но это все равно неплохо, представляете, за одну смену. То есть, ну, 750 миль это одна смена, считайте, и я ее заработаю за эту смену 840 долларов чистыми. Это отлично, это отлично. Все, короче, сейчас быстренько что-нибудь перекушу. Меня уже шатает, потому что меня грузят, и мы с вами вылетаем. Вот и все. Иду выехать интересно, какой-то тут гаврик встал, сейчас будет назад сдавать. Пойдемте закрываться, друзья мои. Ого, у меня опять украли лот-бары. Что вот поделать с ними, а? Смотрите, сколько добра положили. Охренеть, ну лот-бары-то мне нужны, пойду к ним что делать. Что-то я не пойму, друзья мои, они сказали, что лот-бары, говорят, внутри мы тебе их поставили. А, да, вон один вижу, один вижу, а второй не вижу. Ну да ладно, раз один стоит, значит, скорее всего и со вторым не обманули. Сюда сейчас страпы поставим. Правда, как, если тут уже все стоит, хрен его знает. Ах, никуда оно не денется, я думаю. Видите, как качественно они все разложили? Вот здесь вот подушка такая воздушная, чтобы это все было, это надули, и оно вот так рассосалось. Короче, здесь ничего никуда не денется, можно ничего не делать. Поэтому просто закроем и поехали. Теперь едем на весы. Я сейчас сразу передвину чуть-чуть назад на три дырки, потому что это слишком вперед. И поедем на весы, потом проверим точный вес, узнаем. 40 тысяч паундов весит этот трейлер. Это, конечно, не максимум, но это очень много. Давайте посмотрим, сколько показывают подушки. 44 PSI. То есть, в принципе, мне можно не передвигать одни тандемы, потому что, если бы тут показывало 55-60, это уже было бы много, а 44 это нормально. Но все равно надо ехать на весы. Наверное, тандемы трогать не буду. Погнали на весы. Ребяточки, мы приехали с вами на Фетера, на ближайшее. Мы сейчас здесь будем с вами заправляться и взвешиваться. Я сделаю это все без вас, а потом доложу вам о том, что у нас получается с весом и с ценой на топливом. Все, погнали. Ну что, ребяточки, давайте посмотрим. Значит, у меня спереди нет перевеса. 11 800, потом 29 900 и 31 800. То есть, все нормально. Перевеса нет, сзади больше, но я передвинул на 5 дырок колеса назад. То есть, если я еще передвинул, то мне будет уже сложно ездить. Поэтому пусть уж лучше будет так, чем я где-нибудь задену бордюр. Все, с этим разобрались. Дальше идем, значит. Я заплатил за скейл 12 долларов и за воду. Вот я ее купил, водичка. Я заплатил 6 долларов. Каждый раз мне, когда люди говорят, пользуйся программой KETS, вы одну вещь поймите. Мне это неудобно. Мне нужно ходить каждый раз и брать чек. Я собираю все чеки, самые маленькие, незначительные чеки. Вот даже вода и все такое. Оно пойдет все в расход, и я это потом буду списывать. И мне нужен физический чек, я его держу дома в течение трех лет. Буду держать, потому что налоговая может проверить. Так что, так и так мне придется ходить туда. И от этой программы смысл не сильный появится. Заправился я, 90 галлон взял за 213 долларов. Вы представляете, но в Ильиносе не особо-то и хорошо работает моя карта. Потому что всего лишь 9 долларов скидка получилась. Тут именно на этом тракстапе. Что, собственно говоря, немного. Но, да ладно. Заправиться мне надо было по-любому. Так что, поедем до Джорджи. И прямо возле Атланты там будет сладкая цена. 2, по-моему, 2 доллара за галлон. У нас здесь было 2,45. Вот прикиньте, какая разница. Так что, все, едем туда. У меня все готово. Надо только здесь развернуться, потому что тут одностороннее движение. И можно будет уезжать. А еще насчет всех этих налогов. Я все, друзья, списываю. Вообще все. Каждая мелочь, которую я трачу на трак или на все, что с этим связано. Не важно, что это. Даже вот письмо отправляю. Доллар трачу на эту марку. И это списываю. И вот жена меня из Нью-Джерси будет убирать. Она на своей машине на легковой проедет через мост. Соплатит за этот мост. Я буду это списывать как расход на бизнес. Любое такси, самолетные билеты. Все, что я ем, пока я в траке. Одежда вот эта вот, которую я скоро выкину, куплю новую. Это все идет в расход. Поэтому, ух, как же жарко. Просто нереально. Просто нереально. Поэтому я все чеки сохраняю, друзья. И советую вам так делать. Сколько там градусов? 102 градуса. Ух. Или Нойс, 102 градуса. Все, друзья, нет времени. Выезжаем. Погнали. Вот, ребят, скажите мне, что происходит. Почему вот у меня погас вот этот чек, который горел вот здесь посередине. И говорил, что у меня что-то не так с фонарями. С проводкой. Типа у меня что-то не горит. Вот уже все нормально. Ну, что это за фигня? Трак не может и решить, он сломался или нет. Что это такое? Кстати, я созвонил с предыдущим хозяином. И он сказал, что вероятнее всю проводку надо поменять. Которая связана вот как раз с проводкой на фар и вот это вот все. Потому что в ней очень много раз делались изменения. В нее врезались, вырезались, изолировались. То есть там уже не устретишь, в каком месте она хорошо заизолирована, в каком плохо. И скорее всего, наверное, надо будет ее менять. Но пока что она меня не так сильно беспокоит, как множество других вещей. Поэтому я буду устроить проблемы по их степени тяжести. И буду же еще говыряться с проводкой на фары, которая мне, в принципе, не доставляет дискомфорта. Ну да ладно. Мы с вами едем по Теннесси, или не по Теннесси, где мы с вами едем. Мы с вами все еще продолжаем ехать по Иллинойсу, оказывается. Он такой длинный, оказывается. Ну да ладно. Когда мы из него выйдем, мы уже потом быстренько-быстренько доедем до Джорджии, собственно говоря. И я там буду заправляться заново, потому что там дешевле. А пока что просто дорога, просто поля. Все как обычно. Здесь, как сказать, ничего интересного и нового нет. Конусы зачем-то расставили, непонятно дальше, чем на обочине. Странно. Никакого смысла. Одних тут тоже нет. Все, ладно. Будет что интересное поднять под снимом. Доброе утро, господа. Точнее, день. И мы с вами уже находимся на Деливере. Я приехал, вот сейчас будем разгружаться. Какой-то центр, где уже готовая краска лежит на складе. Мне дали номер 11-ю дверь. Все нормально. Полет нормальный был. Ничего не случилось. Все нормально, доехал. И вы знаете, с этим грузом, вот сегодня пятница, на этой неделе уже 5300 получается гроз. Грязными деньгами, то есть получается 5300. И это меня не может не радовать. Потому что если я сегодня, завтра и послезавтра заработаю еще хотя бы 1300, то в принципе гроз получится очень хороший. И с этого гроза можно иметь жирную котлету чистыми. Ну да ладно, погнали, сейчас с вами откроем трейлер. Проверим, чтобы там ничего не упало. Потому что я, помните, я вчера не поставил лотбар. Я надеюсь, что все будет нормально там. Будем парковаться и разгружаться, собственно говоря. Погнали. Я пока ехал, у меня вообще кончился дизель. Я не заехал на заправку, на которую я хотел заехать, потому что я опаздывал. И у меня до сих пор нету щипцов, чтобы вот эту вот фигню откусывать. Поэтому я ее вот такими вот движениями обычно переламываю. Что ж такое. Ну, справедливости ради скажем, что ничего не упало. Просто палеты поехали, да чуть-чуть, а так все идеально. Как взял, в принципе, так и сдал. Все, открываем дверь и паркуемся. Ребят, чтобы припарковаться, нужно обязательно развернуться и подъехать к парковочному месту с левой стороны. Ну, короче, чтобы парковочное место было от вас с левой стороны. Это прямо обязательно. Ведь вы не хотите мучиться по полдня на парковке. Прижимаетесь поближе и встаете прямо напротив двери, в которую вам нужно припарковаться. Вот так. Видите, вот в эту дверь мы сейчас будем с вами парковаться. Дверь номер 11. Теперь мы отъезжаем от нее три места. Два, три. И начинаем ломать вправо. Потом под 45 градусов встаем и ломаем влево. Получается, мы встаем вот так. Уже нацелены на свое парковочное место. Потом крутим руль вправо. Чуть-чуть подруливаем влево. Ну и все. Как-то вот так вот получилось. Ждем разгрузочки. Пойду посмотрю, что там делают вообще. Короче, там начинают потихонечку разгрузать. У меня, видите, дизель на нулях. Дэв горит, потому что дэв тоже на нулях. Надо заправиться. И что тут такое? Тут у нас мессендж. Дэв танк левел лоу. То есть надо заправить дэв. А обычный дизель надо заправить. И чек-энжен горит. Это понятно. Короче, какие-то такие дела. Эта неделя пока обещает быть хорошей. И я надеюсь, что она таковой и будет. Потому что осталось 3 дня. Главное не оплошать. Мне уже ищет диспетчер новый груз. Я его попросил. Какой-нибудь длинный груз, чтобы на выходные пролететь. Чтобы не стоять. То есть сегодня пятница. Я хочу сегодня загрузиться. И в понедельник разгрузиться. Да, как бы это будет уже следующая неделя. Но я так прикинул, что если разгружаться в понедельник утром. И в понедельник же успевать загружаться заново. То в принципе можно понедельничные грузы записывать и на прошлую неделю. Поэтому я так, наверное, и поступлю. Пока что 5300. А там посмотрим. И еще такая сенсация у меня. Что мне наконец-таки начали платить детеншины. Лайоверы. И все за то, что я ожидаю. Я вчера позвонил в свою компанию. И сказал, что если вы мне не платите детеншины. То предоставьте мне в письменном виде отказ брокера. В общем, если брокер не хочет оплачивать что-то. То пусть он даст в письменном виде отказ. И после этого компания сразу начала платить мне деньги. Не знаю, с чем это связано. Но надеюсь, что это все нормально. С этим переживать не стоит. Короче, вот такая вот история. Все, я нахожусь в Джорджии в городе Атланта. Мы с вами будем разгружаться. И все. Встретимся в следующей серии, когда я поеду куда-нибудь в Калифорнию, скорее всего. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова